Большие атласы, карты и чертежи – это тот исторический материал, над которым Фонд развития Брестской крепости работает уже не один год. За это время у специалистов учреждения собралось достаточно информации о самих оборонительных объектах, их функциях и оснащении. Настало время сделать ее более доступной. Так и родилась мысль о создании трансграничного веломаршрута по фортам белорусско-польского приграничья. Мы сами инициировали такие велопрогулки по фортам Брестской крепости еще в 2016 году и поняли, что это вообще вызывает неподдельный интерес и у самих жителей Бреста, потому что многие не знают про эти форты, не знают их историю и зачастую даже не знают, что такое наследие, расположенное рядом с их домом. И мы поняли, что есть интересы у велосипедистов, а у нас, как у Фонда, есть вот эти знания, есть информация, есть карты, материалы, которые про это наследие рассказывают. В рамках проекта будет создано мобильное приложение, которое объединит ключевые сооружения. Сейчас продумывается его визуальная концепция аудиооснащения, что немаловажно для удобства велосипедистов. Весь маршрут рассчитан на два дня, а насколько он будет популярен, покажет время. Мы взяли за основу 10 объектов фортификционного наследия, 5 на территории Белоруссии и 5 на территории Польши, потому что это трансграничное наследие. Туда войдет и пятый форт, который сейчас реставрируется, то есть объекты, которые являются музейными объектами. Но кроме того, мы включили туда и форт А, например, и форт З, которые пока что не являются такими объектами музейными, но в принципе мы хотим, чтобы люди знали об истории этих объектов. И как-то, в общем, привлекли дополнительное внимание, возможно, к этим объектам, и у них появилась какая-то новая жизнь. Если приложение «Велофорт», увлеченные велосипедисты, смогут протестировать только весной 2021-го, то прогулки по экотропе «Дорога жизни» уже доступны для отдыхающих. Инициатива создавалась при поддержке многих общественных организаций и местной вертикали власти. В рамках Киев-Предского гранта на экологической тропе было установлено 35 информационных стендов. Эти стенды имеют разную направленность. Некоторые рассказывают о краснокнижных животных, которые находятся на протяжении тропы. Некоторые рассказывают об атмосфере, об экологии именно нашей экологической тропы. Ну, некоторые также имеют общие информационные, познавательные какие-то функции, нанесут. Здесь очень интересная экосистема. То есть есть и речная часть экосистемы, потому что мы находимся, по сути, в бассейне Западного Буга, то есть в бассейне Балтийского моря. Мы здесь на экотропе рассказываем в том числе про какие-то водные проблемы, водных обитателей, взаимодействия, там, не знаю, там, например, вопросы эфтрификации, микропластика. То есть те темы, которые для многих людей вообще как бы такие не очень известны. Экотропа огорожена шлагбаумами таким образом, чтобы невозможно было проехать на автомобиле. Для велосипедистов и мам с колясками путь открыт. На протяжении всего веломаршрута размещены информационные таблички, которые расскажут об особенностях местной флоры и фауны. Чтобы не нарушить целостность существующей здесь экосистемы, вмешательство в природу при создании экотропы было минимальным.